И вернемся к ситуации в Балаклее. Светлана Шекера готова рассказать нам последнюю информацию о происходящем на складах и возможных причинах этого пожара. Света, здравствуй. Расскажи, что говорят военные, какие версии они называют? Добрый вечер, Наталья. Сейчас в Балаклее ожидают прибытие военного руководства из столицы, оперативной группы Минобороны и Генштаба ВСУ. На самолете летит замминистра обороны Павловский, и уже военные должны назвать причины возгорания. Сейчас известно лишь, что загорелась сухая трава, и из-за этого началась детонация. Но вот почему она загорелась, точно неизвестно. Подрывных работ сегодня не было. На территории технической площадки арсенала работали группы, которые готовили территорию для дальнейшей очистки. По одной из версий, так, танк наехал на снаряд, и он сдетонировал, и от осколка загорелась трава. Нынешние взрывы в Балаклее не первые. Прошлой весной, в конце марта, на военном складе тоже загорелась трава. Огонь перекинулся на боеприпасы, и они начали детонировать. Тогда один человек погиб, четверо получили ранения, осколками повредила дома, в том числе две школы и детский сад. Людей эвакуировали из пятикилометровой зоны вокруг военных складов. Их вывозили автобусами. В соседних селах работали эвакуационные пункты. Всего свои дома покинули несколько тысяч человек. Частые взрывы продолжались два дня, потом раздавались одиночные. В апреле спасатели отчитались. Территорию складов и близлежащих сел очистили от взрывоопасных предметов. На восстановление Балаклея ушло 100 миллионов гривен. И сейчас ситуация в городе и на складах находится под контролем. Пока мы остаемся на месте и будем следить за развитием событий. Наталья. Спасибо, Света, Светлана Шекера с подробностями пожаров Балаклея.